Порой сложно себе представить, что делало бы современное правительство России, вступая во взрослую полемику на международном уровне, если бы не могло козырять псевдоисторической ложью. Вспоминая выступления известного российского дзюдоиста и по совместительству президента Путина, нельзя не усмехаться при мысли о том, что коронавирусную пандемию он сравнивает с набегами печенегов и половцев, а ряд областей Украины открыто называет Новороссией, ссылаясь при этом на времена царские. Дескать, тогда едва ли не половина Украины была землями российскими. Если бы не большевики, то от нынешнего украинского государства осталось бы едва ли половина. В последнее время этот период вообще стал священной коровой для кремлевской пропаганды. Царские времена. И это неудивительно, что может лучше контрастировать с уже привычным народу советским «все равны, но некоторые равнее», чем лоск, шик и безусловная интеллектуальная элитарность тогдашней империи. Балы, лакеи, юнкера и хруст французской булки. Некий особый мир, где человек может добиться успехов якобы собственному труду и милости монаршей, где в кого из придворных не плюнь, попадешь в сплошное благородство и почтительность что к равному, что к несчастному крестьянину. Страна якобы всестороннего прогресса, массовое доступное образование, восхитительные условия для рабочих, лидирующие позиции в промышленных отраслях, особенно в тяжелой, ну и, разумеется, армия, равной которой нет во всем мире. Ни у кого эти лозунги не вызывают чувства дежавю. Оно и понятно, почему бы не потрепать языком, чтобы заморочить своему народу голову, исковерканными в нужную сторону фактами, которые покажут, что советский период во всей своей ужасности – это лишь ошибка длиной в 74 года. Но есть куда вернуться, в какие времена и с кого брать пример? Конечно же, с «процветающей» царской России. Тем не менее, владея фактами, можно с легкостью развенчать подобную ложь. Давайте-ка разберемся, была ли царская Россия такой уж процветающей? Один из самых известных мифов – это высокое промышленное развитие империи благодаря крестьянской реформе, проведенной в 1861 году, и массовые финансовые вливания со стороны развитых государств. Как известно, рекламно-исторические материалы в России, любой процесс, который не является деградацией, называют ускоренным развитием. Так вышло и здесь. Да, темп промышленного развития возрос, вот только 80% населения все еще составляли крестьяне, а значит, Россия все еще оставалась аграрной страной, пусть и с неплохим потенциалом. Если говорить о конкретных цифрах, то вклад монархической России в мировую промышленность в начале прошлого века оценивался в 14%. Ее основным конкурентом в этом плане была Германия, которая достигла значения в 15,7%. А Америка, в которую спустя пару десятков лет новые правители начнут плеваться ядом, превзошла обе страны вместе взятые, показав результаты в размере 35,8% от всей мировой промышленности. До поры до времени это не казалось критичным. Крестьяне пашут, заводы потихонечку дымят, пока, звеня косой, на землю не рухнула Первая мировая война. Буквально сразу же огромная армия России стала испытывать снарядный голод. Военная промышленность не могла обеспечить орудия боеприпасами. Угадайте, как же эта проблема была решена? Форсированным производством, закупкой снарядов у развитых стран или сокращением артиллерийского потенциала? Конечно же, третий вариант верен. Зачем взращивать свою мощь, если проще сделать ставку на формальность и сказать, что теперь снарядов хватает путем списания и переплавки орудий? На этом проблемы не закончились. Пехота остро нуждалась в винтовках, и вот тут наконец вспомнили, что если не хватает оружия, то его можно купить. Та же ситуация постигла и российское воздухоплавание. В то время как Англия и Франция уже давно поставили производство аэропланов на поток, превосходство России в небе не существовало разве что над африканскими племенами, поскольку при своих производственных мощностях она едва дотягивала до одной десятой доли относительно англичан и французов. О танковой промышленности и говорить не приходится. Да, тогдашние танки были несовершенны, но у других стран Антанты они хотя бы были. Россия же обходилась тестовыми поштучными закупками. А что же автопром? Казалось бы, важная отрасль и военной, и гражданской промышленности. Туманный Альбион ежегодно баловал народ 34 тысячами новых машин. Дороги родины Жуля Верна и Виктора Гюгора ссекали более 40 тысяч машин. США же только за 1913 год выпустили более полумиллиона новых автомобилей. С каких же козырей ходила в данном случае Россия? Показатель автомобилестроения с 1909 по 1918 год составляет целые 600. Нет, не тысяч, просто 600 машин. В среднем 70 в год. Действительно, а зачем? Ездили же предки на лошадях, и ничего, зачем эта пыхтящая басурманщина? А потом задаются вопросы, откуда взялась фраза «с шашкой на танке». Итог. План был неплохой, а вот исполнение подкачало. При действительно достойном темпе промышленного роста Российская империя не имела фактической возможности для освоения новых мощностей. Ведущие капиталистические державы, заключая с Россией определенные военные соглашения, рассматривали ее исключительно в качестве поставщика живой силы, забрасывать окопы, которые офицеры научились еще с Отечественной войны 1812 года. Отвлечемся от проблем пролетариев и взглянем на проблемы самого многочисленного на тот момент слоя общества – крестьянства, которое, как говорили тогдашние власть придержащие, живет в достатке и изобилии. Вспоминая нынешний уровень жизни среднестатистического российского гражданина возникает вопрос, а может и вправду было лучше при царе-батюшке? На самом деле не было. И дело тут не только в частых неурожаях, которые в рассматриваемый нами период просто преследовали несчастных селян, на хрупких плечах которых выезжали помещики и дворяне, впрочем, как и выезжают до сих пор. Основной причиной стало именно нежелание приобщаться к всеобщей волне прогресса, охватившей тогда весь цивилизованный мир. В результате регулярный голод превратился из катастрофы в обыденное сезонное бедствие. Наибольшим масштабом обладал голод 1891 года, когда сразу в 17 губерниях, в которых жило 36 миллионов человек, пищи не было не то, чтобы на продажу, а даже для собственного потребления и корма скота. В результате в российских деревнях свирепствовали сразу двое всадников апокалипсиса – голод и непременно идущий за ним мор. Ведь ослабленный недоеданием организм автоматически становится уязвимым перед любой заразой. Противники этого мнения приводят доводы, что в 1893 году ситуация с продовольствием была, наконец, упорядочена. И мы не станем с этим спорить. Действительно, урожайность возросла, и проблема постоянного голода была практически решена. Но разве это значит, что крестьяне стали питаться сбалансированно? Профессор Мануилов, к дореволюционным очеркам которого мы обратились в своем исследовании, в 1905 году приводил четкую статистику. В урожайном 1893 году 45 миллионов крестьян не могли обеспечить себя пропитанием даже благодаря собственному хозяйству. Уже в 1907 году недоедание вновь становится хронической болезнью населения, с избытком питаются лишь 16% крестьян, которые волею случая или собственного хитроумия стали более зажиточными, чем их менее удачливые сограждане. Царская цензура беспощадно вычищала любые упоминания о голоде в стране, но есть упоминания, что едва ли случался в государстве голод более масштабный, чем в 1900-1903 годах, унесший жизни более трех миллионов человек. Но ведь зачем решать проблему? Проще заменить в газетах слово «голод» более толерантным термином «недород», который не раскачает тонущую лодку российского самодержавия. Что тогда царь, что сейчас президент стараются скрыть от своего народа любые глобальные бедствия и показать, что это не у всех так плохо, это у конкретного гражданина все не так, как у людей. В итоге получается косвенная манипуляция. Крестьянин думает, что это он виноват во всех своих бедах и старается трудиться еще больше, а его согнутая спина тем временем приносит неплохой барыш высокородным господам. Это работало, конечно, не всегда. Как замечает генерал-адъютант Куропаткин, только за 1902-1903 годы для того, чтобы подавить восстание в Харьковской и Полтавской губерниях, уже тогда украинцам было не так легко задурить головы. Было задействовано более 200 тысяч солдат. Эта цифра звучит еще более значительно, если учесть, что вся имперская армия на тот момент имела в своем распоряжении около миллиона бойцов. Эти цифры не учитывают также многих тысяч жандармов, казаков и полицейских, которые призывались для разгона восставших гораздо чаще и в больших количествах. Государственная дума достаточно четко определяла границы того, сколько народу полегло тогда за свои убеждения. По мирным демонстрациям, митингам и шествиям стреляли с 1901 по 1914 годы более 6 тысяч раз. Погибло за это время ни много ни мало более 180 тысяч человек, потому что так решила власть. Без суда и следствия пустить почти две сотни тысяч людей на бойню – вот истинная любовь к тем, кем правишь. И помните, тогда людей поднимал на восстание не тот факт, что какие-либо их права нарушены, а физический голод, который напрямую угрожал их жизням. Что же ответил самодержец? Нельзя, дескать, вам еды просить. Еда у нас для богатых, а победным в 1910-1911 году ударила новая волна голода. Кто-то может возразить – тяжело было всем, везде был голод. А вот и нет. Европейские страны на тот момент уже отмечали столетний юбилей того, как массовый голод не посещал их края. Любопытно, правда? И несмотря на весь тот ужас, который творился в России, на все эти смерти и лишения звание крупнейшего экспортера зерна держава никому не отдала. Наверное, у правителей это передается по наследству. Тогда зерно раздавали, отбирая у своих. Сегодня внешние долги прощаются всем подряд, пока местное население живет за чертой бедности. Своё слово тут не применил вставить и министр финансов царской России Вышнеградский. «Не дойдим, но вывезем». И эти слова стали пророческими. Жизнь населения в России как тогда заставляла их думать о том, куда бежать, так и сейчас не дает выкинуть из головы эту мысль. На этом мифологемы пропагандистов не заканчиваются. Следующая правда в кавычках гласит, что рабочий в империи был счастливым и обеспеченным человеком. Дескать, суровый Иван с завода в России матушки мог дать фору французам да американцам как в продуктивности труда, так и в его обеспеченности. Сыт, одет и обут. Звучит подозрительно идеально и вызывает вопрос, а зачем же тогда этому по сути богатейшему человеку было хвататься в 1917 году за наган, маузер, а иногда и за вилы. Да все очень просто. Реальное социальное расслоение на тот момент было просто колоссальным. Показатели урбанизации в России среди европейских стран занимали предпоследнее место на пьедестале. Своеобразные достижения для страны с широчайшим на то время объемом ресурсов и производственных мощностей. А теперь представьте, что на каждого рабочего в год денег выделяется немногим больше, чем на арестанта. Около 70 рублей в месяц. Более того, не каждый получал и эти жалкие гроши. Функционировала система штрафов, по которой даже мелкие нарушения приводили к огромным финансовым вычетам. Историческая достоверность отвешивает пропагандистам хорошую оплеуху, еще и потому, что крестьянским трудом владел прежде всего частный, то есть помещичий, магнатский и промышленный капитал. А значит владелец производства сам решал, сколько он будет платить. Разумеется, никто не стремился платить честно и получать расположение своих работников, как тот же Генри Форд на своих фабриках. И после этого сравнение с царской Россией и ориентирование на нее уже не выглядит таким восхитительным и воодушевляющим, но при этом становится очень правдоподобным. Да, мы сначала говорим о рабочих, а потом уже о крестьянах. Но кем вчера был этот самый пролетарий? В большинстве своем именно крестьянином. Который, пока в родной деревне нет работы, двинул на заработки в большой город. Это доказывает тот факт, что основной силой Красной Армии в Сибири были очередные жертвы Столыпинской реформы, бурлаки, которые уже и не крестьяне, но еще и не рабочие. Российские энциклопедии того времени дают более чем исчерпывающее определение профессии бурлака. Крестьянин, уходивший на заработки преимущественно на речные суда. Вполне безобидно, если не вдаваться в подробности. А теперь вспомните превосходную картину Ильи Ефимовича Репина «Бурлаки на Волге». Надо сказать, что во время своего речного воежа он не испытывал недостатка в натуре для своих картин. Счастливые лица этих людей прекрасно объяснят, не было на свете места лучше для рабочих, чем царская Россия, за исключением, да, пожалуй, половины мира, которую мы называем просвещенными странами того времени. Насколько же мало ценилась жизнь простого мужика, что адский труд, запрыгание за петлю в качестве одной даже не лошадиной, а человеческой силы назывался заработками на речных судах. И, казалось бы, с 1870 года, когда начинается развитие железнодорожного транспорта, «Бурлаки» и вовсе должны исчезнуть, а нет. Да, может доставлять поездами товар быстрее, неделя против полутора месяцев, но ведь насколько метод проще, не нужно прокладывать новые пути, закупать дорогущие поезда и обучать персонал. «Будем делать все дешево и сердито, по старинке». А то, что люди на такой работе мрут, как мухи, это не беда. Ведь жизнь крестьянина по сравнению с жизнью помещика или крупного промышленника не стоит ровным счетом ничего. И это касалось не одних лишь бурлаков. В общем и целом, средний доход на душу населения империи по состоянию на 1912 год едва ли превышал сотню рублей, в то время как на загнивающем Западе периодически бунтующих рабочих можно было успокоить одной лишь фразой «Вы хотите так, как у них?» Посудите сами, в пересчете на рубли в Германии рабочим доставалось 300 деревянных. Англичане могли себе позволить покутить на 500, а американцы щеголяли эквивалентом 700 рублей. Безусловно, можно сказать, что это были не ахти какие деньги для рабочих из этих стран. Да, мы согласны, но этого хватало, чтобы прокормить свою семью и содержать какое-никакое хозяйство. К тому же то, что соседям и того мало, никак не отменяет того, что они получают больше, а значит и позволить себе могут больше, чем обыкновенный Иван за паршивую сотню. Обратимся к новой легенде. Россия якобы всегда была многонациональным государством, так что речи о национальном угнетении не было. Вот только в официальных документах царских чиновников встречается интересный термин «инородец», под которым мог скрываться кто угодно, кто не имел славянского происхождения. Где-то еврей не мог стать дворянином, где-то кавказцам запрещали общаться на родном для них языке. Для чего же это делалось? Гораздо проще контролировать того, кого смог погрузить в пучину невежества, запретив ему комфортно и непринужденно общаться и занимать должность по своим заслугам. Как может быть равным народ, чья письменность не развивается, а устная речь постепенно умирает? Можно было бы назвать это настоящим нацизмом, если бы славяне, чей доход не вознес их на вершину пищевой цепочки, не страдали бы точно так же, как пресловутые инородцы. В итоге сложно было говорить как о единстве крови, так и о единстве веры. Одним по рождению было положено кушать из серебряной посуды, а другим хлебать щи лаптем. Результатом такого лицемерия стал рост множества национально-освободительных движений, которые в 1917 году наконец получили возможность не только взять свое, но и расквитаться с обидчиками. Очередная сказка, которую Кремль так щедро льет в уши своему народу, рассказывает о том, как же хорошо в империи обучали всех, кто этого только не хотел, буквально силой заставляли грызть гранит науки. Даже у людей, которые в истории разбираются весьма поверхностно, возникает вопрос, для чего же тогда большевики еще в самом начале своего правления внедрили практику ликбеза? Вопрос этот разумный и правильный. Из всей российской исторической лжи это самое слабое и наглое, хоть и имеющее под собой некоторые основания. Да, безусловно, российские гимназии и университеты давали более чем качественное образование, о чем свидетельствует довольно солидное количество видных ученых среди выпускников. Под вопросом именно доступность. Любая ступень образования в царской России была чем-то элитарной, и для подавляющего большинства оставалась несбыточной мечтой или чем-то сродни колдовству. Единой системы образования по факту вовсе не было. Хочешь учиться, либо раскошеливайся сам, либо ищи того, кто раскошелится за тебя. Статистика за 1914 год говорит сама за себя. На тысячу человек приходилось 59 учащихся. Звучит ужасно. В 1913 году, если верить статистическому ежегоднику, то среди населения старше 9 лет грамотными были всего 27%, а среди детей и подростков всего треть обладала возможностью получить хотя бы начальное образование. Получали ли? Этого нам никто наверняка не расскажет. Получали ли среднее и высшее после того, как вся семья едва накопила на начальное? Очевидно, что не все были Ломоносовыми, которые по легенде очередной готовы были прошагать половину России ради мечты. Им приходилось возвращаться в родное село, ведь там с нетерпением ждали того умницу, который научился читать и считать. По сравнению с ними, он, сколько бы лет ему не было, становился едва ли не колдуном, который подчинил себе неизвестно, кем выдуманные закорючки. В то же время за 10 лет с 1903 по 1913 годы бюджетные расходы на образование увеличивались. Звучит превосходно, но эти здравые попытки были запоздалыми. Общая безграмотность достигла того уровня, при котором полумеры не приносили абсолютно никакой пользы. И пусть расход денег из расчета на человека формально превзошел старые показатели вдвое, 2,4% соответственно, расход на человека оставался ничтожным – 21 копейка. В то время как во Франции, например, этот показатель равнялся в пересчете на тогдашнюю российскую валюту 2 рублям и 11 копейкам. В Англии и Германии, соответственно, еще больше. Нельзя обойти вниманием и СССР. Политика ликбеза принесла свои плоды. Общий расход средств на образование возрос до 12% от государственного бюджета, что позволило построить действительно общедоступную систему образования. На десерт мы оставили далеко не самый приятный для рассмотрения миф – нравственность в высших кругах. Нынешние монархисты мнят позднеимперских дворян едва ли не небожителями, которые поголовно были благородными и высоконравственными. Как же иначе? Им было дано хорошее воспитание. Они имели доступ и к отечественному, и к зарубежному образованию, могли позволить себе достойный уровень жизни. Так что же им могло помешать стать истинной элитой? Тот же вопрос можно задать и в отношении нынешней государственной элиты России, где Путин, Лавров и другие чиновники позволяют себе даже на международных встречах откровенное хамство. И нынешним лидерам России, и тогдашней золотой молодежи была присуща одна омерзительная черта – самодовольство, ощущение вседозволенности, которое, как мы уже узнали ранее, подкреплялось стрельбой по несогласным. Лучше всех такую жизнь описал Лев Николаевич Толстой, по мнению которого придворная свора, ограбившая народ, окружила себя солдатами и судьями и пировала, пока беднякам приходилось всеми правдами и неправдами пытаться добыть хоть малую долю того, что у них украли. Вот и получается, что Путин хочет выполнить хотя бы одно свое обещание и вернуть Россию в те «золотые» времена, когда вседозволенность власти была еще больше и страшнее, хотя, казалось бы, куда еще больше. Народ получит старую Россию, вот только шикарные балы, богатые столы и полные карманы будут, как и тогда, у пары тысяч человек на всю огромную страну. Новую империю, где лысый Дарт Вейдер получит, наконец, официальное разрешение народа грабить и убивать безнаказанно, но не как криминальный элемент, а как правитель, то есть бесстрастно и в гораздо больших масштабах. Он вновь окунет Россию в глобальную нищету и упадок, забрав себе столько, что обзавидуется любой другой диктатор, держа в голове всего одну старую, но рабочую мысль. После нас хоть потоп. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, а также поддерживайте автора на Патреон, где можно смотреть дополнительные видео, а также ролики до официальных премьер. Для тех, кто любит читать, текст ролика будет доступен на сайте. Всем добра и здоровья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok